А когда их пение отзвенело, атаман поднялся говорить гнётую хменку. Вот какая дело, чтобы вена наша не истлела, монастырь нам надо становить. Около 50 крепких и спортивных молодых людей, гордо называющих себя казаками, стали участниками спартакиады. В увлекательных соревнованиях приняли участие ребята из Москаленского, Исселькульского, Лукьяновского, Генераловского и Новоомского станичьих казачьих обществ. Состязались в семи видах спорта. В этом году решили провести именно спартакиаду среди казачьей молодёжи, для того, чтобы не только развивались традиции, но и развивался спорт, развивались традиции спортивные. И джигитовка, и соревнования по метанию ножа, и работа с кнутом, и джигитовка, всё, что есть именно в спортивной составляющей. Поэтому в этом году Министерство по делам молодёжи, физико-культуры и спорта определили, что будем проводить спартакиаду. Но, конечно, здесь первая база – это в Генераловке, где есть традиции хорошие казаков. Приехало шесть команд с Омской области. Не так много, но тем не менее. Пешие – иконная полоса мужества, перетягивание каната, преодоление водной преграды. Помимо соревновательной программы, для многочисленных зрителей были также предусмотрены показательно-развлекательные мероприятия. Владение шашкой и нагайкой верхом на лошади. Концерт казачьей песни. Также удалым джигитам предстояла скачка на дистанции 5 километров. Задача не из лёгких – испытания на физическую подготовку и выносливость. Среди жакеев крепкие парни и хрупкая, на первый взгляд, девушка. Но именно она, казачка Тамара из Омска, на верном конеракфоре, оказалась победительницей. Всё понравилось. 5 километров интересно было скакать тяжело, на выносливость. Всегда спринт ехала. Казаки генераловского казачьего общества также показали гостям спортивного праздника свои возможности в элементах псовой охоты. Спартакиада проводилась в рамках долгосрочной целевой программы «Казачество Омского приортышья», утвержденной правительством Омской области. А её целью является повышение престижа уклада жизни и быта казачества, развитие казачьих традиционных видов состязаний. За первое место развернулась нешуточная борьба между командами Омского городского и генераловского станичного казачьих обществ. Набрав в сумме 15 баллов, команда Омского городского казачьего общества завоевала серебро соревнований. А заслуженную победу с результатом 11 баллов одержала команда генераловского станичного казачьего общества. Отметим, что победители регионального этапа будут представлять Омскую область на Всероссийской спартакиаде казачьей молодежи.